Друзья, мы рады видеть вас, а перед началом просмотра не забудьте подписаться на наш канал. Жанр ленты, снятый в содружестве каналами ТНТ и ТНТ-4, заявлен как самая родная комедия. И в данном случае он целиком себя оправдывает. Первыми зрителями ленты стали самые циничные и самые строгие зрители. Журналисты, которых мало чем удивишь. Но все на протяжении полтора часов хохотали в голову, спадая смеха с кресел. Со многими просто случилась истерика. Настолько остроумно, узнаваемо, тонко и все схвачено. Со сюжету этого роуд-муви Макс отправляется с семьей на машине на 70-летнего бати Владимира Вдовиченкова. И всю дорогу вспоминает свое детство, прошедшее на начало 90-х годов. Отец воспитывал Макса, ребенком его играет Андрей Андреев, знакомый по фильму «Солдатик». В меру собственных политических способностей. Учил бороться со страхами и поэтому заставлял целовать мертвую бабушку. Правда, предупреждая, смотри, не бливай, не в гроб. Учил счету по датам на Клавбищенских памятниках. Учил отличать правое и лево. Сделал болезненную крапивку на руках. Учил избавляться от брезгливости, отправляя копаться в унитазе. И смотреть на отрезанное коровье вебе. Это в фильме тех, кто родился на излете Советского Союза. И знает, что такое дышать на гастрюле с картошкой. При кашле или закладывать в нос дольки чеснока. Кто умеет выбивать ковер на улице, на турнике. Кто ходил погулять часок, пока у мамы и папы дела. Кого стригли дома мошенкой, кто таскал домой дворовых кошек. Кто ходил с родителями на работу. И кто помнит молоко в треугольных бумажных пакетах. А у меня было так же. Это как у меня. Я помню такой танк. То и дело слышится в шепоте в зале. Кажется, что каждый благодаря бате перенесся во время, когда деревья были большими. И жизнь сказала счастливей и безопасней. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропускать свежие выпуски. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...